Мы, конечно, уже можем рисовать любые фигуры, редактировать, но очень часто хотим быстро, одним щелчком, получить довольно сложную, интересную фигуру из обычных базовых. Новая тема – формирование новых объектов из обычных объектов через панель Pathfinder – формирование. Ну что ж, панель, как любая другая, находится в меню Window, Window Pathfinder, Shift-Ctrl-F9, отделяю. Состоит из двух рядов. Первый ряд команд – четыре кнопки. Они сразу формируют простую фигуру. При желании, при нажатой Alt, можно формировать сложную фигуру, затем кнопкой Expand разобрать. Хотя в этом нет никакой необходимости. Сразу мы можем получать простейшую фигуру. Например, хочется нарисовать снеговика, и чтобы у этого снеговика была общая заливка и общая обводка. Не у каждого кружочка своя заливка и своя обводка, а чтобы все это было общим. Я, конечно, объекты нарисую, обычные базовые объекты. Их выровняю через панель Align между собой, вертикально, ручки горизонтально, выделю абсолютно все объекты, всего пять объектов, и обращусь к первой же кнопке этой панели. You need объединить. Объединить. Эта функция применяется довольно часто, одна из часто используемых команд. И после нее я могу выбрать общую заливку, общую обводку, толщину и так далее. Мы часто видим такие этикетки, самоклеящиеся этикетки. Мы сегодня обязательно постараемся что-то такое делать в практическом задании. Очень интересных форм. Мы можем тоже все это получить. Пожалуйста, я рисую три обычных объекта. Обязательно через Align я их выравниваю между собой. И после применяю команду «Объединить». Пожалуйста, сюда поставим штрих-код. Чуть позже сюда поставим элементы дизайна, название компании, все что угодно. Это самая часто используемая команда. Далее. Вторая команда «Минус фронт», «Минус передний объект». Очень часто тоже это мы делаем. Допустим, у меня два эллипса. Один эллипс желтого цвета, второй, чтобы было понятно, как все это работает, и другого цвета, допустим, синего, голубого. Я выделяю обе фигуры. Это простейшие фигуры. И применяю команду «Минус фронт». Очень важное примечание, уважаемые слушатели. Слушатели, здесь с этими командами работают только простые фигуры. Если вы выбрали для своей фигуры «Меш» или «Лайф Пейнт», к сожалению, эти команды не будут работать. Будьте внимательны, речь идет о простых командах, о простых заливках – градиентная, узорная или однородная. После применения этих функций вы уже можете работать с любой другой заливкой. Допустим, с той же заливкой «Меш» без проблем. Не забываем, что «Меш» по умолчанию убирает обводочку, поэтому при необходимости, если вдруг захотите обводку добавить, напоминаю, это мы делаем через панель «Appearance». Через панель «Appearance» меню «Add new строк». Добавить новую обводку, любую толщину, любой цвет. То есть очень важно, чтобы вы запомнили, что эти команды панели Pathfinder работают с простыми фигурами, с простыми заливками. Далее, если вы нарисовали что-то и между двумя объектами заметили очень интересную область, вы можете область пересечения одним кликом получить. Конечно, я могу вот эту вот область сама нарисовать с помощью «Paint», да и вы тоже можете, но быстрее получить такую фигурку через панель Pathfinder. Третья функция «Intersect». Пересечение работает строго с двумя объектами. Пересечение между двумя объектами. Вот, пожалуйста, очень быстро я получила такую фигурку. Чтобы показать четвертую команду, я эту фигуру или любую другую абсолютно поверну и сдублирую. Беру «Rotate». При нажатой «Alt» я делаю клик по любой точке. Относительно этой точки задаю поворот. Допустим, 15 градусов. И копирую. Не забываем «Ctrl-D» повторяет последнюю трансформацию. Пожалуйста. Выделяю абсолютно все фигуры и обращаюсь уже к четвертой команде. «Exclude» – «Исключить области пересечения». Я сейчас какой-нибудь цвет хотя бы закрашу, чтобы это было видно. «Исключить области пересечения». Пожалуйста. Еще кое-что добавлю. Еще пару моментов добавлю. Не помешало бы еще фигурку добавить. «Copy», а то на полпути как будто остановились. Вот так вот. Так намного лучше. Еще раз закрашиваю в какой-нибудь цвет. И «Exclude» – «Исключить все области пересечения». То есть таким образом любые тоже орнаменты, любые какие-то такие иллюстрации вы можете получать очень и очень легко. Я сейчас радиальный градиент сделаю. Можно редактировать градиент, как вам хочется. Еще раз показываю ту же функцию с любой уже другой фигурой. Допустим, пусть будет такая звездочка. Пусть будет так. Эту звездочку я поверну. «Альт» и «Клик». 15 или чуть больше задам. 30 градусов. «Copy» и «Ctrl-D». Все области пересечения сейчас исчезнут благодаря команде «Exclude». Пожалуйста. Фантазируйте, придумывайте. Любые орнаменты, снежинки можно здесь создавать. Первая строка создает простейшие кривые. А вторая строка формирует группы. Надо сразу себя настроить на то, что здесь получается группа. Не скажу, что все команды здесь очень интересны, но все же есть по-настоящему полезные функции. С простого начнем. У меня есть желтый прямоугольник и, допустим, эллипс. Голубой эллипс. Я выделяю обе фигуры и обращаюсь к первой же команде во втором ряду. «Divide» – «разбить по контурам». «Разбить по контурам». Там, где «Path» вы видите, объекты будут разобраны именно по «Path». Не забываем, функции второго ряда создают группы. Чтобы подетально редактировать элементы, мы должны разгруппировать. Разгруппировала. Щелчком по пустоте снимаю выделение и вижу все, что получилось. Все то же самое очень хочется к тексту применить. Но мы знаем, что текст – это непростая фигура. Там есть базовая линия, там есть какое-то тело, которое мы называем шрифтами, гарнитурами. И чтобы эти функции работали с текстом, мы текст обязательно должны преобразовать в кривые. «Текст» выделяем черной стрелкой внешний контейнер и в меню «Type» выбираем «Create outlines». «Shift-Ctrl-O». Хочется текст разбить пополам. Верхняя половинка, нижняя половинка. Я, конечно, воспользуюсь карандашом. Карандаш. Вот такую зигзагообразную линию нарисую. Она и будет разделителем. Выделяю бывший текст и карандашную линию. И та же команда «Divide» применяется. Обязательно разгруппировать, снять выделение, выделять какую-то нижнюю часть и отодвигать. Пожалуйста. Это очень интересные эффекты, но не забываем, они работают с простыми фигурами, с простыми заливками. Ну что ж, остальные функции покажу у одинаковых пар объектов, чтобы вы видели, как они немножко, как будто повторяются. Допустим, есть у меня два эллипса. Я их сдублирую. И выделю первую парочку. Вторая функция в этом ряду – Trim – исключение области пересечения у нижнего объекта. Исключение области пересечения у нижнего объекта. Но объекты сохраняются в группе. Их надо бы разгруппировать, снять выделение и увидеть вот результат. Третья команда работает так же, если объекты разноцветные. То есть, третья команда – merge, несмотря на то, что дословный перевод – объединить. Она работает так же, как вторая, то есть, исключает область пересечения у нижнего объекта. Если объекты разноцветные, если объекты одного и того же цвета, эта команда их объединяет, как первая команда в первом ряду. Я думаю, эту функцию придумали разработчики для того, чтобы выполнить нам, пользователям, две функции одним кликом. Допустим, есть объекты с одинаковыми оттенками цветами и так же есть объект другого цвета в этой стопке. Пожалуйста, два объекта такого темно-бордового цвета, один объект зеленый. Одинакового цвета объекты объединятся и исключение будет уже из другого цвета объекта. Пожалуйста. Скорее всего, два в одном, как говорится, чтобы выполнить очень быстро эти две функции. Очень важно грамотно воспользоваться следующей кнопкой, следующей функцией crop обрезка. Обрезка немножко напоминает функцию маски-обрезки. Сейчас я напомню. Допустим, есть какая-то стопка объектов, и я хочу эти объекты поставить в какой-то контейнер. Мы это уже с вами сделали. Пожалуйста, хочу разноцветную стопку поставить в белую звездочку. Контейнер, мы уже знаем, что работает, должен быть на переднем плане. Маска обрезки это Ctrl-7. Ctrl-7. Напоминаю, как мы это уже делали. Выделяем все объекты. Контейнер на переднем плане. Либо Ctrl-7, либо более длинным путем идем к маске-обрезки. И вот остается результат. Мы можем войти, редактировать внутреннее, мы можем задавать какие-то обводки. Это маска-обрезки. Что касается такой обрезки, crop, она простейшая. Она упрощает, она разбивает на мелкие детали все объекты по контуру. И, увы, если я захочу что-то редактировать, нет такой функции, содержимое редактировать. Если я захочу crop selection выделить контейнер и задавать какую-то обводку, как мы это делаем, с маской, то, увы, у этой обрезки это не будет работать. Здесь crop selection просто обнаружит какие-то непонятные кусочки. Здесь все сохранилось в группе и это мелкие-мелкие детали. Для чего это может быть интересно, в каких ситуациях, скажем так. Создам еще одну страницу и покажу то, что мы с вами пока еще не изучали, но все впереди. есть такая функция перспективная сетка, где мы будем создавать разные проекты, здания, экстерьер, интерьер и так далее. И у этой функции есть сильнейшая привязка к сетке. Сильнейшая привязка. Если работать с результатом маски-обрезки, а мы будем строить и стены, и внутренний интерьер, обои, и к сетке притягивается при работе с маской-обрезки не сам объект, а некоторые скрытые элементы. Я сейчас пойду в режим контуров и вы увидите все скрытые элементы. Они не растворились, они скрылись. И они, эти скрытые элементы, притягиваются к сетке. И, увы, из-за этого мы очень часто как будто пустоту выравниваем к сетке. Это не всегда удобно работать. А вот что касается простой обрезки, в этом случае все намного лучше. После простой обрезки сама фигура притягивается без пустых каких-то частей, без пустоты. Так как здесь при простой обрезке все растворяется. Все то, что остается за пределами контейнера, окончательно, бесповоротно исчезает и растворяется. То есть для таких более сложных проектов вторая обрезка, то есть обрезка на панели Pathfinder, скорее всего, будет намного интересно. Ну что ж, давайте посмотрим, что еще у нас интересного здесь на этой панели. И пойдем дальше. Значит, еще две функции, скорее всего, как эффекты, они будут использованы. Допустим, Outline. У нас есть какие-то объекты, разноцветные, и мы хотим из разноцветных объектов быстро одним кликом получить разноцветные обводки. Пожалуйста, простейшая функция, скорее всего, как эффект. Скорее всего, как эффект. Выделяю объекты и Outline. По умолчанию толщина обводки нулевая. Обязательно увеличиваю, чтобы увидеть результат. Вот так. Еще одна функция, тоже повторение немножко, как будто такое повторение второй функции из первого ряда, но все же, скорее всего, пригодится. Минус Back, минус заднего плана объект, вместе с областью пересечения. Если функция номер 2 в первом ряду минус Front, то здесь минус Back. Вот и все. Очень полезная панель. Пользуйтесь.